Три местописания очень важных у нас здесь на повестке дня. Есть еще четвертые, но три местописания. Колоссянам 3 глава 1 стих. Я прям сразу скажу. Колоссянам 3 глава 1 стих. Римлянам 8 глава 6 стих. И евреям 4 глава 12 стих. Сейчас я хочу на дальнем переводе все быстренько прочитать. Значит, Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Интересно, я здесь просто... Мы обязательно посмотрим варианты переводов. Только для того, чтобы понять смысл некоторых слов. Почему я смотрю другие переводы? Я сейчас объясню. Мне надо понять, что имеется в виду в слове. Потому что очень часто вот в этих ссылках стронга часто все-таки слова используются другие. Но я хочу сказать, что есть много переводов, и есть много ситуаций, когда слово повторяется один в один. И я понял, что здесь не поспоришь. Но бывает, и поэтому сегодня мы будем исследовать одно слово. Вы скоро поймете, какое. И для этого мы будем встать другие переводы. Итак, но здесь очень важный момент в синодальном переводе, что нужно искать горнего, нужно о нем помышлять, но написано, потому что Христос там сидит. Он вот где сидит? Он в горнем сидит. Но по крайней мере это вот так вот. Поэтому давайте такой вывод сделаем. Мечтаем, ищем горнего, думаем о горнем, помышляем о горнем, потому что Христос там. То есть Христос не в земном. То есть опять это разделение. Хотите душевное, духовное, хотите плотское, духовное, давайте скажем так, земное, мы еще говорим мирское. Это все вопрос терминов. Но есть, черное, белое есть. Есть там, где есть Христос, и Он там сидит. Это горнее, небесное, Божие, Царство Божие, все что угодно. И есть какое-то земное. Это, наверное, плотское, это, наверное, человеческое, это, наверное, бесовское, если брать Иакова. Ну, то есть тут надо знать Писание. Римлянам 8 глава 6 стих. Римлянам 8 глава 6 стих. Пока читаемся на дальний перевод. Давайте с 5 стиха прочитаем. Живущие по плоти, а плотском помышляют. Живущие по духу, а духовном. Помышления плотские, суть смерти. Помышление духовное, жизнь и мир. Я на молитве начал не просто так практически уже проповедовать. Когда мы говорим помышляют, надо задать вопрос, когда? Потому что, ну, знаете, на служении, где пели песни про Иисуса, где все верующие, где были волшебные ворота, в которые мы вошли, и все стали святыми в одну минуту. Да, дочка спрашивает, пастор, что за святые ворота волшебные в церкви? Как зайдут родители, преображаются, ругаться перестают. Я повторяю то, что я уже рассказывал. Да? И как мы здесь не можем не думать. И то, и то умудряемся. Кто-то сейчас сидит, наверное, планирует свой день, неделя. Но это уж совсем, что-то совсем плохо сейчас духовно. А так, в принципе, у нас в церкви все хорошо. У нас в церкви или во всех церквях, которые здесь были, в субботы, все хорошо. Но вопрос, о чем ты думаешь в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу? Всю свою жизнь, большую часть времени. Большую часть времени. Это плотское или это духовное? Живешь ты по плоти или по духу? Помышление плотское и суть смерти. Помышление духовное, жизнь и мир. Это не Ветхий Завет, это Новый Завет. Это повседневная христианская жизнь. Потому что плотские помышления вражда против Бога. Можешь сказать, пастор, что ты меня достал? Это моя личная жизнь. Аминь. Враждовать против Бога или не враждовать, это твое личное дело. Это идти с Господом или не идти с Господом. Это твое личное дело. Однозначно. Но Бог поставил пасторов, апостолов, евангелистов для созидания, для научения, для исправления. Через Писание Он исправляет нас праведности. И Он делает это через друг друга. Поэтому пока еще голова не совсем поплыла, пока еще есть способность сидеть на собрании, и пока я вижу, что ты сидишь, я буду это говорить. Пока я живой. Как этот пастор, о котором не ту в Титанике. Есть Ди Каприо, которого не было на Титанике. Этот пастор, он бегал до последней минуты, и я слышал эту потрясающую проповедь от пастора Карла Густава Северина еще в 90-е годы, что он, когда взрослые дяди типа такого, которые в Титанике богатых, выкидывали детей и младенцев и женщин из шлюпок, чтобы спасти свою шкурищу, он вообще не собирался спасать, и он отдал, и есть эта история, я ее читал, эта история про этого пастора есть в Википедии, и он отправил свою дочь, насколько я помню, в шлюпки, но он сам погиб, он сразу понял, что он спасать себя не будет, но он бегал и проповедовал Евангелие, он приводил к спасению до последней минуты, и об этом пасторе никто не рассказывал, об этом пасторе никто не рассказывал, и не рассказывает, но это пастор духовный, потому что он думал о Боге в тот момент, когда все свою шкуру срывали, вот сейчас ролевая игра, сейчас это задание первого семестра, первого курса актерской специальности, включите свое ассоциативное мышление, представьте себя на Титанике, нет, это не аутотренинг, сразу предупреждаю, если я кого-то очень сильно расстрою, мы не занимаемся гипнозом, просто представь себя на корабле, он тонет, что ты делаешь, ты спасаешь свою шкуру, ты будешь спасать свою шкуру, давайте будем честными, потому что если ты понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу спасаешь свою шкуру в виде разных ситуаций, то ты ее будешь спасать на Титанике, я хочу быть этим пастором, я к этому стремлюсь, это кредо моей жизни, я имею от этого радость и удовольствие и буду жить так, именно поэтому я сегодня не спасаю свою шкуру ни в Одессе, ни в Израиле и нигде, я хочу просто быть в Сибири и спасать шкуру других, я хочу быть духовным человеком, я не хочу помышлять о плотском, это твой выбор, что насчет тебя, это никто не решит за тебя, даже, о ужас, даже твоя мама и папа за тебя не решат, тем более жена и муж, ты прекрасно знаешь, когда с чем-то нечестивым жена и муж соглашаются, ты говоришь, у меня прекрасная супруга, когда тебе жена и муж в духе чего-то обличают, ты говоришь, Господи, кто мне дал эту жену, Господь, жена, которую ты дал мне, и евреям 4 глава, 12 стих, вот три места писания, очень хорошие, здесь про Слово Божие, ибо Слово Божие живо и действенно, это известное место писания, острее всякого меча будет до острова, закрылось, сейчас откроем, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, это очень важное местописание, потому что сегодня речь идет о слове помышления, сегодня помышления, если вы наберете именно в библейской программе слово помышление, помыслил, много очень слов, мышление, мысли, ум, это слова, как предмет библейского исследования, мы там можем спорить много, как нуждаемся мы в изменениях и не нуждаемся в изменениях, если мы марафские братья, то мы уже верим, что мы уже во Христе и все хорошо, сегодня все во Христе и столько проблем и зачем-то людей все равно приходится, даже нам иногда приходится отправлять на энкаутер, вроде во Христе все равно на энкаутер, поэтому тема сложная и о ней можно спорить до посинения, синеть не будем, в крайнем случае почернеем и поедем в Африку, но если и надо что-то менять, это безусловно, здесь даже споров нету, Библия нам очень много говорит о том, что нам нужно менять мышление, нам нужно менять ум, это немножко сухо звучит на русском, я бы сказал, что нужно менять систему мышления, и мы говорили очень много о системе ценностей, именно о системе ценностей, ценность одна ничего не даст, но когда выстроена целая система, то мы не говорили о каком-то эталоне, те люди, которые не ездили на выезд, конечно, скорее всего, ничего не поняли, это нормально, и даже если они прочитали в Айбере что-то, они все равно ничего не поняли, это нормально, мы говорим о той системе ценностей и мышления, давайте назовем это подпольным словом горнее. То, что мы сегодня с вами сформулировали, то, что у нас сегодня есть конспектов, пусть это будет, ладно, скажу очень сухо, 20 пунктов, хотя я сказал, что список открыт. В этих 20 пунктах был Христос на первом месте, было смирение, кротость, послушание, взаимоотношения, жертвенность, забота о новом поколении, следующее поколение я, а не одно поколение. Одно воспитали, а внуков пропустили. Нет. И Писание нам говорит, это о римлянам 12 глава, что нам нужно изменять свой ум, обновлять мышление. Поэтому, в принципе, все, что связано с умом, что его нужно обновлять. Но я думаю, что это немножко все рамочно, поэтому пойдем дальше. Сегодня будем говорить о помыслах. О помыслах говорится очень много. И мы говорим, мы сейчас прочитали то, что выражено одним словом помышление. Помышление. Есть помышление слово, есть помыслы, есть помыслил. Все использует Писание. И очень много. Давайте я очень коротко, буквально 4 минуты, сделаю некий экскурс по Новому Завету в плане слова помышление. Иисус знал помышление людей. Помышление – это мысли. Это вообще почти из области чтения мыслей или передавания мыслей на расстояние. Мы не верим в оккультизм. Но, понимаете, в Матфея 9 главе вообще странно написано. Иисус, видя помышление их. Скажите, как можно видеть помышление? Это надо быть Вангой, которая увидела, что утром вы съели гречку с молоком, и она лежит у вас в желудке. Но наш Иисус не был астрологом, психологом, психотерапевтом и оккультистом. Он – Бог, который проницает. Поэтому в данном случае любой человек, который видит Иисуса Богом, у него не возникает вопросов, как он вообще видел помышление. Но если говорить Матфея 9.4, если говорить Матфея 12.25, если говорить Луки 5.22 и куча-куча мест Писания, здесь речь идет в основном о фарисеях и реже об учениках, он знал мысли фарисеев. Он говорит, из Матфея 9 глава 4 стих, он говорит, Иисус, видя помышление, сказал, для чего мыслите худое в сердцах ваших. Потому что в 3 стихе написано, что когда он расслабленному сказал, встань с постели, дерзай, чадо, прощается тебе грехи твои. Но он сначала не говорил, он сначала сказал, прощается тебе грехи. Это, знаете, это место, где он подловил. Он сначала сказал, прощается грехи, они сказали, он богохульствует, как может вообще он говорить, что прощается грехи. Он говорит, а что легче, прощаются грехи или встань. Поэтому он сказал, прощаются грехи, а потом он сказал, встань и ходи. И подтвердил всем, что он Бог. И если, ну, я уверен, что половина аудитории вообще ничего не поняла. Люди на редкость умные, вы не заметили? Как говорила моя мама, мозг не вставишь. Но половина людей поняла, что если он может встать парализованному человеку, встань и ходи, то, скорее всего, он имеет право прощать грехи. Вот такая логика. Видите, такая логика. Но посмотрите, что написано в третьем стихе. Матфея 9 глава, 3 стих. Я бы хотел вывести на экран. Что здесь написано? Они сами в себе сказали. Это вопрос сами в себе. Они думали, они ничего не говорили вслух. Они думали. Может быть, кто-то пробурчал, не знаю, может, он говорил, по губам читал, не знаю. Я не верю в... Хотел сказать слово хиромантия, но это какое-то почти для меня матное слово, не буду его говорить. Я в это все не верю. Я верю в Бога нашего. Еще кто-то в Бога нашего верит, Христа? Он видел, он читал, он пронизает, он осизает. И он видел их помышление. Вот это слово помышление очень емкое. В данном случае это осуждение. Они просто осудили Иисуса Христа, он это увидел. Осудили в мыслях. И Матфея, 12 глава, 25 стих, то же самое. Матфея, 12 глава, 25 стих, опять фарисеи. Но тут они говорили. Но, скорее всего, то ли они говорили, он услышал и знал их помышление, что у них неправильные мотивы, неправильная жизнь. То ли еще что-то. Но он, написано, знал помышление их и поэтому сказал. В общем, уразумел помышление, знал помышление и видел помышление. Вот такие вот есть слова. Это вот касательно того, что Иисус обращал внимание. Давайте сделаем первый вывод. Иисусу не все равно, как мы думаем. Он обращал внимание на мысли. Он обращал внимание на сердце. Он обращал внимание. И вот сейчас надо посмотреть те три местописания, которые я выбрал. Они не связаны с Иисусом. Они уже не из Евангелий. Они из посланий. И получается, если мы, ну, как мы верим, что Колоссянам, Рильнанам и Евреям был написан апостолом Павлом, то получается, это послание одного человека. То, что мы с вами сейчас прочитали. И вот когда он говорит, что нужно помышлять о горнем, а не земном, то теперь опять задается вопрос, что значит в данном случае помышлять? Что значит в данном случае помышлять? Давайте посмотрим для примера, для сравнения, как написано в других переводах, чисто просто сравнивать. Так как вы воскресли из мертвых вместе с Христом, то живите ради того, что находится на небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога. Вообще слова помышляйте нет. Но во втором стихе написано, продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле, так как ваша прежняя суть умерла. Есть один перевод, который мне больше всего нравится. Здесь написано, Бог пробудил вас к жизни со Христом, стремитесь, вместо слова помышляйте и думайте, используется слово стремитесь, это уже много. Получается, что помышление здесь очень емкое слово, которое используется разными. Мы с вами не знаем греческие. Христиан, послушай, все на греческом говорят, все на еврите говорят, все все знают. Русский бы выучили только за то, что ты на нем покаялся. Понимаете, мне очень нравится слово стремиться, потому что стремиться – это что-то глагол. Это глагол, это очень серьезный глагол, связанный с усилием. Сразу вспоминается место Писания, Царство Божие усилием берется. Усилия, стремись к цели, спортсмен сразу. Проблема сегодняшнего поколения. Что? Инфантилизм. Ничему не стремятся. Причем это не сегодняшнего поколения. Мои бабушки, дедушки про нас так говорили, мы говорим про… Это вообще проблема молодежи, короче, во все века. То есть стремиться. К чему ты сегодня стремишься? Вот вопрос. К чему ты сегодня стремишься? Что ты сегодня достигаешь? Человек, который не побоялся умереть, на Титанике он стремился к спасению человеков, которые были рядом. Люди, которые выкидывали из шлюпок людей, они стремились к спасению собственной жизни. Мне нравится вот этот Титаник. Вот этот Титаник мне нравится. Знаете, чем? Человек спасся с Титаника ценой других. Даже с собой этот бриллиант заработал. Не знал. Он был в этом… А, он у Розы был, у Розы Мимозы. И он, короче, обанкротился в Великой Американской депрессии в 30-е годы и наложил на себя руки. Потрясающий смысл. Выбросить всех из шлюпок, спастись, чтобы потом на себя наложить руки. Потому что бессмысленно спасать свою шкуру просто так. Человек не спасал свою шкуру, он не накладывал на себя руки, и он тут же пришел на небо и встретил тут же, как Христос по правую и левую руку проповедует. Один смеется над ним, у Мэла Гибсона прилетает ворон, выклевывает глаза, мне это очень нравится. Второй говорит, Господи, помяни меня, помолись за меня. Он говорит, я тебе говорю, будешь со мной сразу же на небе. О, Иисус его обманул, потому что Иисус пошел в ад. Это теология. Он пошел в ад, был там, потом воскрес. А этот сразу на небо. Или он подождал, я не знаю. Мне вообще пофиг. Сегодня они оба на небе. Аллилуйя! К чему мы стремимся? На что мы тратим свою недолгую жизнь? Это важный момент. Поэтому помышление в данном случае с словом стремление, и вообще если говорить о горнем и земном, понимаете, ценности это то, к чему мы стремимся. Что такое ценности? Это не то, что я правильно сформулировал и записал в блокнотик и сказал с пастором Аллилуйя. Это то, о чем я вкалываю, во что я вкладываю, чем я живу, понедельник, вторник, среда и 368 день. Но 368 день, это имеется в виду 3 января. О чем думаешь ты, если разбудить тебя ночью? И куда ты стремишься? Мне очень нравится слово стремление. Стремление, устремление. И вот это вот очень, мне кажется, точный, на мой взгляд, перевод. Дальше, Римлянам, 8 глава. Мы размышляем сейчас. Я ничего не идеализирую, не выстраиваю учения. Я размышляю о слове помышления, потому что слова помышления очень много в Новом Завете. Я хочу разобраться, что такое помышление. Для меня это очень важно. Бог дал мне мозги. Я могу, конечно, прочитать в какой-то умной книжке, но я хочу дойти до этого сам. Во всем мне хочется дойти до сути. Пастернак это написал, на всякий случай. Римлянам, 8 глава. У меня большая часть мест писания мы не успеем все разобрать. Филиппистам сегодня не будем, кстати, Римлянам. Вообще очень много про помышлений. Римлянам, 8 глава, 6 стих. Итак, у нас написано, помышление плотские суть смерть, помышление духовной жизни мир. И еще написано, что плотские помышления вражда против Бога. Что здесь написано? Помышление плотские к смерти. И тут сразу сноска, и помышление заменяется словом устремление. И тут такой перевод. Помышление плотские к смерти, а устремление духовное к жизни. Опять стремлюсь. Опять используется слово стремиться. Стремиться. Стремлюсь к цели, Павел говорит. Какой цели стремился Павел? К чему стремимся? К чему стремимся? Вопрос. Помышление – это устремление. И чтобы понять свое помышление, духовное оно или плотское, надо задать вопрос, к чему я стремлюсь? Давайте скажем честно, что сегодня не все христиане одинаково ответят на этот вопрос. И вот это местописание, евреям 4 глава, 12 стих, то, что мы с вами читали, я тоже хочу прочитать еще разные переводы. Так, 4 глава, 12 стих, что здесь написано, что именно Божье слово судит помышление и намерение сердечное. Вот для меня помышления, они связаны с областью сердца. И я здесь сразу скажу, сразу скажу, что это удивительное местописание, если мы его сейчас прочитаем, написано, давайте, наверное, в него сначала заглянем, просто будем немножко хаотично двигаться. Мы еще вернемся к евреям, давайте посмотрим сейчас очень быстро. Это хорошее очень местописание известно, это Евангелия на 13 глава, где написано, как Иисус омыл ноги своим ученикам. Интересно, что написано в нашем синодальном переводе, и мне очень этот нравится перевод, и мне очень нравится то, что здесь написано, и я хочу просто исследовать и понять, что они имели в виду, что здесь имеется в виду, когда Отец и Сын Дух Святой писали это писание. Здесь написано, перед праздником Пасхи, да, Иисус возлюбил, во время вечерии, 2 стих, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариотову предать его. То есть он вложил мысль не в разум, а в сердце, потому что сердце, разум – это все вопрос души и духа, и это все вот это душевное, эмоциональное. Вот оно где-то примерно все в одной области. Душа, мысли, чувства, желания, устремления, цели, эмоции. От чего радуются? Это стремление человека, понимаете, да? То есть во время прославления он ковыряется в носу, эти, как полезные ископаемые добывают. Ему скучно, он сидит, слушайте, если для меня человек не славит и сидит на скамеечке, только если ножки болят, если коленочки, если соль, отложения, помолимся, маслом помажем, вот таким маслом, сливочным помажем, любым помажем. Бог исцелит, аллилуйя. Если ты сидишь, тебе скучно на прославлении, то какая там десятина, Артем? Причем тут десятина вообще? Человек не славит Бога, он не рожден свыше. Все, потому что возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень, дух радуется, у меня вот тут вот прыгает. Вот тут у меня прыгает, я хочу славить Бога. Или я в плохом состоянии духовном. Два варианта, все. Это вопрос помышлений. О чем помышляем? Понимаете? То есть эмоции. От чего я зажигаюсь? Задерживать зарплату два месяца, бац, пришла смс-ка, баланс. Сорок восемь тысяч. Ты еще не разобрался. Может быть, по ошибке на карточку скинули. Главное, добежать до ближайшего банкомата. Или другу перекинуть, а там уже разбирайтесь. Там уже ищите. Ошибка. А что я могу сделать? А я их уже потратил. А смотрите, как вы все радуетесь. Смотрите, как вы все проснулись. Даже корейцы проснулись. Потому что оно у них тоже пыкает и тыкает. Это все одинаково, понимаете? У них просто по-корейски написано. Ваш баланс такой. А у вас по-русски. И сразу радость. Заметили? От чего ты зажигаешься? От чего глазки блестят? От чего? Когда тебе показывают, как дети спасаются в Африке. И ты включаешь все. Сейчас я придумаю программу, как доказать, что это не для всех. Это не для всех. Это не для всех. Не для всех. Не зазомбируйте. Я сегодня объяснял одному человеку, понимаете? Вопрос свободы настолько философский. Все мамки сейчас 16-летних, 15-летних, 13-летних детей, они поймут меня и папки. Когда ребенок выскакивает и говорит, дайте мне свободу. Свободу попугаем. Я Кеша. Отпустите меня на улицу. Он обретает свободу однозначно. От кого? От мамки и папки. Он выходит на улицу, Ира Макова мне уже машет, и он тут же попадает под несвободу влияния других людей. Все. Ты уходишь с одной работы, ты приходишь на другую работу. Ты просто себе рабовладельца поменял. Ты ничего вообще не поменял. Я буду на себя работать. Самый лучший рабовладелец это ты. Никто тебя не поймет. Добрый рабовладелец. Ты уложишь себя на кровать, скажешь, приходи на работу через два года. Потом жрать нечего будет. Понимаете, она не свобода. Она есть. Вот свободу попугаем. Ой, посмотрите мультфильм Кеша. Хороший. Там еще двася даже есть. Поэтому очень христианский смысл. Друзья мои, о чем мы помышляем? Чего мы ждем? От чего мы зажигаемся? Что приносит нам радость? Вообще для меня странно, когда человек не испытывает радость от служения. Не надо служить. Не надо. Не нужно. Не нужно ничего делать. В церковь не надо ходить. Перестань ходить в церковь. Я на камеру скажу, перестань ходить в церковь, если тебе это не нравится. Потому что ты раб. Перестань быть рабом. Ну хочется. Сегодня, знаете, у меня, знаете, буря, но Иисус в лодке. Бури и отсюда. Ну, поняли, да? Изо всех мест просто. Хоп. Хап. Прямо как в этом мистическом фильме триллере. И Бэтмены летают. И вот это вот состояние, я словил, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Вот это, знаете, предвкушение. Что? Когда ты едешь, ну надо ездить на миссию. Я бы, конечно, на море поехал, но наш пастор придурок, надо ехать на миссию. Я должен отдать дань. Не езжай. Не езжай. Ни в коем случае нельзя. Не возьмем ни одного больше человека. Все. Все. Это было в прошлом. Чтобы мне еще дети спрашивали, а зачем этого человека взяли на миссию, у него неверующее лицо, мне не нужно это. Что тебя радует сегодня? СМСка 090? Все знают, откуда это. Или тебя что-то другое радует. Вот это и есть твои помышления. Вот это и есть твои устремления. Это то, знаешь, от чего ты заснуть не можешь. Это то, что тебя возбуждает. Интересно, что в новом переводе написано, что во время ужина, когда дьявол внушил Иуде, мысль, мысль, а в другом переводе написано, дьявол заранил в сердце Иуды мысль. Заранил в сердце, но мысль. Поэтому сердце, разум, это все в библейском контексте. Не-не-не, не в русском языке, ни в коем случае. Конечно, это разные вещи. Сердце, ум, все это разное. Но я говорю в библейском. Когда Библия говорит о разуме, о помышлениях, о сердце, это где-то все вот это одна некая область. И я ее называю душевной областью. Где рождаются наши устремления? Наш паровоз вперед. Стремятся люди. Мы наш, мы новый мир построим. Дальше идут самые потрясающие слова мира вообще в 20 веке. Кто был ничем, тот станет всем. Что мы сегодня удивляемся, что творится в мире? Просто те, кто были ничем, стали всем. Но это просто страшно, понимаете, когда ничто становится всем, это страшно. Это сразу собачье сердце, это сразу шариков, швондер с этими галошами грязными по ковру капиталистическому и так далее. То есть устремление, чем я живу, на что я трачу 24 часа в сутки, это и есть моя система ценностей. И Писание не говорит хорошо, плохо, нормально, ненормально. Оно говорит, что если ты хочешь быть Божиим, то ты должен перестать размышлять, устремляться и вращаться в плотской системе ценностей. Потому что на основании римлянам 8 главе 7 стихе написано, что это вражда против Бога. А надо размышлять о горнем, где живет Христос, о небесном. Что значит размышлять о небесном? Сидеть с голой задницей и петь «небеса», приходит камера, снимает сектанты. Нет, нет, нет. А зачем нам сегодня размышлять о небесах, если мы спасены? Что для меня сегодня размышлять о горнем? Это размышлять, кто наполнит обители, которых много. Кто их наполнит неспасенными сегодня? Кто приведет этих детей в Африке слюнявых, вонючих и записанных, и закаканных, я вас убеждаю, что это так, я лично их нюхал, был, Женя знает. Ему и на него писали, и все, и в его доме писали, в этой недвижимости, в хижине дяди Жени. А вот он все равно, говорит он, что сейчас гражданство получу, сейчас тут все нормально, на ноги встану и туда поеду. Как мы эту бабушку встретили, 90 лет, прожила всю жизнь в Кении, помолитесь за меня. Мы же хотели за бабушку за исцеление помолиться, потому что харизматические лидеры тут приехали. Потом бабушка за нас молилась. Она говорит, помолитесь, сыночек, дочка, я же деньги откладываю, я же умирать хочу в Кении, я же нам всю жизнь отдала. Я, знаете, сколько своими руками детей приняла? Вот ее устремление. А мы сегодня так Иисуса любим, все в прославление лезем, так лезем, что прямо через головы лезем. Куда стремимся-то? Да пойдите, сходите в филармонию, там споют. Я просто пел, играл, мне уже вот так. Меня по телевизору показали сотни раз. Когда я стоял на сцене Стокгольмского театра, я почувствовал себя гением. И подумал, хватит быть Геной, возвращайся к Игорю, иди домой, иди служи людям, хватит красоваться. А вы знаете, что я с Хазановым стоял, вот как с вами? А вы знаете, что толкунова Валентина перед тем, как умереть, сказала мне, вы очень добрый человек, я чувствую, что у вас будет хорошая, счастливая жизнь. Я сказал, аминь, Валентина меня не поняла. А это ж моя любимая песня вся была, мне ж Валентина заставила проповедовать Евангелие. Я не могу иначе. К чему мы стремимся, ребят? На что мы тратим свою жизнь? Куда мы тратим свои деньги? Куда мы тратим свое время? Это и есть наша система ценностей, а не то, что мы сформулировали с вами на доске. Но мы помышляем о Плотском, и мы только что в Библии прочитали, что это вражда против Бога. Никто не говорит, хорошо жить, красиво жить вообще не запрещишь, понимаете? Самое интересное, что Иисус нормально жил. Я в это свято верю, Он вообще нормально жил, Он просто этого не достигал. И я вам свидетельствую, когда ты начинаешь жить в воле Божьей, Бог так тебя начинает благословлять. Я кого-то недавно спросил, ты летал в бизнес-классе? Он говорит, нет. А мне стыдно признаться, что я летал в бизнес-классе уже 7 раз. Сразу говорю, сразу заявляю, я чувствую. И видя помышления их, я вижу ваши помышления, вижу, что вы подумали. Эх, зараза, а! Вот почему 2 раза пожертвования-то собираются на служение, а! Ребят, честное слово, не брал. Не брал. Не виноватая я, сам пришел. Стоим с одолятом в Катаре, никого не трогаем. Экономический класс, 13-й ряд, 13-е место. Она мне рвет билет. Я хотел сначала возмутиться, что она рвет мой билет. И дает мне новый. А я смотрю, там 2Б. А 2Б это всегда бизнес-класс, я уже выучил. А одолят ждет, что она его билет тоже порвет. Это было так у нас и с Таней Зуевой, кинаст. Таня говорит, а мне не порвали? Извините. Простите, но вы на миссию раз в год ездите. А одолят говорит, я езжу иногда на миссию раз в год. А я постоянно. Он знает. У него там, видать, какие-то бонусы. Я же не знаю, как это делается. Я 7 раз летал уже, я бизнес-классе. Недавно покупал билет в Корею за мили. Никого не трогал. Хотел честно купить экономический класс. Экономического класса нету. Бизнес-класс. За маленькое количество миль купил. Еду в Корею, можно с собой взять 60 килограмм. Я думаю, вот тена. Вот бы с Кореей 60 килограмм, нормально. Что ж я в Корею повезу-то 60 килограмм? Они же ничего не пустят. Я захожу, они говорят, вы извините, у нас нет бизнес-класса. У нас только ВИП. Я говорю, да ладно, пойдет. Я же не знал, что ВИП это лучше. Меня в Новосибирь завели, посадили, в массаж посадили. И я думаю, вот это сейчас камеру включить и показать прихожанам, как пастор вообще летает на миссию. Ребята, Нола-Нола заплатил 1910 рублей за регистрацию. Все. Я всем говорю, я лечу в бизнес-классе за 1910 рублей. Половину поверили, половину сделали вид, что поверили. Мне вообще все равно. Но я хочу сказать, что с того момента, как я стал заниматься миссией, я стал очень хорошо жить, но я ничего для этого не делаю, честное слово. Я перед Богом говорю. Поэтому я не проповедую сейчас нищенский образ жизни. Я говорю о том, что давайте иметь совесть. Ну давайте иметь совесть. Ну давайте стремиться к другим вещам. Ну давайте станем христианами наконец-то. А то мы что-то стремимся. Что-то мы все к чему-то стремимся. И называем это христианством. Но Библия говорит, что это плотской образ жизни. Это вражда против Бога. Я иногда думаю, Господи, ну хочешь заниматься фигней, ну иди в театр. Иди в цирк. Там клоуны, помнишь? Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Там все. Там цирк. Там представление. Там на веревочке ходят. Я просто этим всем занимался. Профессионально. У меня дипломы есть. Висят. Зачем есть? Деньги страчены. Но если ты сегодня живешь для Христа, можно это? Давайте станем все. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова